Лид форма в Elementor Pro или форма для сбора заявок, или заказать звонок. В Elementor Pro есть свой уникальный плагин, очень гибкий, и давайте его рассмотрим в этом видео. Меня зовут Федор Васильев. Рассмотреть мы его можем на любой странице, я предлагаю это сделать в сайтбаре, у нас сайтбар не заполнен. То есть в прошлых видео я показывал, как настроить отображение внешнего вида блога через шаблон Elementor. Итак, я перехожу в админку сайта, перехожу в шаблоны, перейду в редактирование Joomla блога, редактировать в Elementor. Делать это буду я, как я уже сказал, вот здесь в сайтбаре. На любой странице вы можете использовать данный плагин. Смотрим в левую колонку, находим раздел Pro, то есть вот он Pro. Это все плагины, находящиеся в этой категории, которые доступны только в Pro-версии Elementor, то есть в коммерческой версии. Форма – это один из наиболее важных плагинов, один из наиболее востребованных, поэтому с него и начнем. В последующих уроках я покажу, как настроить значимые плагины именно Pro-версии. Итак, вот она, сразу мы ее видим, форма. Просто перетаскиваю ее в область сайтбара и сразу ее здесь видим. Давайте даже на этом уровне я сохранюсь, пойду на сайт, обновлюсь. То есть мы сразу видим обычную форму, где человек может ввести свое имя, email, сообщение и нажать на кнопку «Отправить». И давайте пойдем по настройкам. Значит, название формы, здесь любое название, новая форма. Здесь вы видите, на сайте это название, оно не показывается, это только для нас. Дальше у нас по умолчанию поля «Имя, email, сообщение» мы можем удалить, нажав на крестик какое-то поле, если не нужно. Например, мы можем собирать только «Имя, email» и «Отправить», то есть вместо кнопки «Отправить», например, написать «Заказать звонок». Эта форма может также являться для этих действий. Также можно менять местами, вот так вот видите, просто зажимая левой кнопкой мыши, «Email», наверх я передвинул. Также здесь сразу в реальном времени это видно. Кнопка «Дублирование», про «Добавить элементы» поговорим позже, давайте сначала вниз по всем настройкам. Размер поля маленький по умолчанию, есть крошечный, средний, то есть, я так понимаю, это ширина, размер это ширина, видите, эти поля становятся большими. В принципе, можно оставить крошечные или маленькие, на ваше усмотрение. Дальше ярлык, если я скрываю, это у нас название над полями, то есть у нас в самих полях прописано имя, email, сообщения и над ними. Если мы скрываем, у нас также скрывается значок «Обязательно», то есть вот этот значок, видите, красный, говорящий о том, что это поле обязательно к заполнению. То есть, не заполнив поле email, человек не сможет отправить вам сообщение. То есть, вы просто решаете, показывать данную звездочку или нет. Как отредактировать существующие наши поля? У нас в данном случае имя, email, сообщение. Просто кликайте по левой кнопкой мыши по имени, например, тип, про типы мы поговорим позже, их тут большое количество. Ярлык, имя, то есть это то, что выше написано, я не знаю, я, возможно, даже ярлыки вот так вот скрою. Заполнитель, это у нас то, что написано в самом поле. Здесь есть рекомендация, не оставлять просто имя. Некоторые люди могут даже не понимать, что в это поле нужно писать. Поэтому нужно человека ввести. Нужно прямо в этом поле написать, введите ваше имя. То есть, вот я написал, и сразу же здесь это отображается. Дальше вы решаете, обязательно ли это поле к заполнению, ниже настройка. Если да, то человек не сможет заполнить форму, не заполнив это поле. Здесь, на самом деле, если полей немного, лучше обязательно сделать все поля. Ширина колонки 100%, то есть мы можем управлять шириной. Если я делаю 50%, смотрите, само поле уменьшается. Но в данном случае здесь это, скорее всего, не нужно. Поэтому оставляем 100%. А вот такие вот настройки. Дальше еще есть расширенные настройки данного поля. Про расширенные. У нас есть поле значения по умолчанию. Вот обращаем внимание на нашу форму. Вот текст, который здесь написан, введите ваше имя. Это так называемый placeholder. То есть, когда человек нажимает мышкой в это поле и начинает что-то писать, то placeholder он исчезает. Тут это слово, введите ваше имя, оно исчезает. Если вы здесь напишите какое-то значение, например, 8-700, то оно при клике не исчезает, оно здесь присутствует. В каких-то случаях может быть это нужно. Имеется в виду человек, если начнет в этом поле что-то писать, он удалит. Вот я сейчас удаляю, что там написано. Но это уже не placeholder, это уже реально текст в самом поле. Также здесь еще доступны динамические данные. При случае я покажу, где это может пригодиться. При каком-то реальном живом примере. Интересном, полезном. В данном случае пока это я пропускаю. Дальше здесь у нас имеется уникальная ID. У каждого поля мы здесь его не трогаем. Имеется шорткод. И то же самое. Надо зайти, вам будет в поле email и ярлык. То есть не оставляйте email, надо написать «Введите ваш email». То есть вот я прописал «Введите ваш email». Здесь настройки такие же абсолютно, как и поле «Имя». Дальше сообщение. Здесь тоже надо прописать «Введите ваше сообщение». Так, эти поля мы с вами разобрали. Дальше мы с вами переходим. Кнопка отправки. Это вот эта зеленая кнопка «Отправить». Текст на кнопке. В зависимости от того, что это за форма. Например, это может быть «Заказать звонок» или «Задать вопрос». Но в любом случае отправить мы не оставляем. Текст на кнопке меняется здесь. Размер также крошечный. Размер кнопки. Кнопка пускай будет чуть побольше. Также ширина кнопки. Можно сделать вот такой маленькой. Я сделаю 100%. Можно сделать 100%. И, например, вот эта кнопка во всю ширину формы. Вот эта у нас кнопка. Она обрезана и она по центру. Как вам больше нравится. Есть возможность прицепить иконку прямо на кнопку «Отправить». Ниже видите поле. «Библиотека иконок» или «Загрузить свой SVG-иконочку» и выбрать из иконок, которые мы с вами уже разбирали ранее. То есть, например, это может быть там стрелка. Типа вот такого. Вот видите, вот тут стрелка и отправить. И позиции иконки. Если все-таки иконку мы используем после текста на кнопке или до. Оступ от иконки. То есть даже, видите, вот я манипулирую сейчас, двигаю ползунок. У меня отступ текста от иконки. То есть даже такое здесь имеется. Дальше у нас поле «ID» кнопки уникальные. Надо задать здесь «ID» кнопки. И здесь в подсказке показано, какое ID надо использовать. Дальше с кнопкой здесь «Настройки» мы с вами посмотрели. «Действия после отправки». И дальше раскрываются очень интересные, крутые возможности формы, которые вам точно понравятся. Смотрите, «Действия после отправки». Если стоит только email, то ниже настройки для этого email и появляются. На самом деле самое базовое и важное, что нужно настроить. Раскрывая поле email, здесь важный момент, внимательнее. Куда? То есть кто будет получать email с вашего сайта? То есть вы как администратор, например, это заявка с сайта на какой-то заказ. Очень важно, чтобы вы получили и письмо дошло до вас. Здесь нужно использовать специальный email, так называемый бизнес-почта, привязанный к домену. Вы можете обратить внимание на эту почту. Она отличается от всех обычных почт. После собачки идет название адреса сайта. Здесь может быть название вашего адреса сайта. То есть никаких mail.ru, yandex.ru, gmail.com, inbox и так далее. На эти все письма не гарантирована доставка писем. Это связано с мейловыми компаниями, с мейловой политикой, борьбы против спама и так далее. В общем, на обычные ящики, скорее всего, письмо может не дойти. Такую почту, бизнес-почту, ее бесплатно можно создать, например, в mail.ru. У них есть так называемая почта для бизнеса. Значит, куда вы вставляете почту? Готовую вашу почту для бизнеса. Дальше тема. Это тема письма. Сообщение L.Fields. Здесь ничего не трогаем. Это будут все поля находиться. То есть поле имя, поле email, поле сообщения именно в письме на почте. Дальше email отправителя. Я здесь также проставил свой email, и он автоматически ответ на проставился. Имя отправителя. Здесь можете написать любое имя отправителя. То есть, чтобы вы понимали, откуда пришло это сообщение. Потому что форум на сайте, lead form, может быть несколько. И у каждой формы может быть свое имя, чтобы вы сразу по имени отправителя понимали, с какой формы к вам пишет человек. Дальше копия. Это email через запятую. Если у вас несколько email, несколько администраторов. Скрытая копия тоже. Разделяйте email с запятыми. Дальше смотрите метод данной, который придут. То есть, дата, отправки, время, ссылка на страницу. Имеется в виду страницу, откуда вам написали. Браузер, с какого браузера человек зашел на ваш сайт и пишет вам IP-адрес человека. И какое-то признание. Не знаю, что это за признание. Какой-то перевод здесь странный. Какое-то признание. В общем, вот здесь по крестику вы можете удалять те или иные данные, которые вы не хотите, чтобы вам приходили вместе с сообщением пользователя. Отправлять как? HTML текстом или простым текстом? На ваше усмотрение я оставляю по умолчанию HTML. Сейчас надо просто протестировать, как вообще доставляется обычная почта. Есть еще дополнительные опции ID формы. Я здесь, в принципе, ничего не пишу. И есть еще пользовательское сообщение. Оно у нас выключено. Если мы включаем, то мы можем здесь указать такие данные. Успешная отправка. Форма отправлена успешно. Ошибка отправки. Возникла ошибка. То есть, мы можем манипулировать данным текстом при разных ситуациях отправки. Когда при каких-то ситуациях форма не отправлена, тогда надо придумать текст. Здесь заменить или оставить по умолчанию. Сообщение. Обязательное поле. То есть, это поле должно быть обязательно заполнено. Это те поля, которые с красной звездочкой у нас. И так далее. Можно оставить включенным. Давайте нажмем обновить и протестируем данную форму. Итак, я с сайта заполнил форму и нажимаю отправить. Здесь мне показана форма отправлена успешно. И моментально, вот здесь даже видно, что мне на почту пришло новое сообщение. Давайте посмотрим на почте, как это выглядит. То есть, вот он, Elementor Pro. Новое письмо от Elementor. То есть, вот этим заголовком вы можете управлять, как я говорил ранее. Зайдя в письмо, мы здесь видим имя тест, который тот, что написал, email, который указал, сообщение, тест. И вот эти данные. Дата, время отправки, ссылка на страницу, браузер, откуда человек пишет, и IP-адрес. Дальше, самое интересное. Действия. Смотрите, например, вы видите, да, кликаю мышкой в это поле, и мы можем назначить большое количество разных действий. Одно из самых популярных – это перенаправить. Как только мы здесь добавляем перенаправить, у нас ниже появляются дополнительные опции к этой перенаправить. Смотрите, заходим сюда, и здесь просто указываем адрес сайта или странички внутренней, куда нас перенаправить. Например, это может быть страница благодарности, где вы можете как-то ее оформить внутри сайта. Например, спасибо, что вы связались с нами, мы свяжемся с вами как можно скорее. А пока посмотрите наши новые продукты или посмотрите наше видео по распаковке, по настройке. В общем, нужно эту страницу как-то использовать в своих целях, чтобы человека заинтересовать, заинтриговать или дать ему понять, что у вас есть еще какие-то продукты полезные для него. Сопутствующие товары, чехлы для, например, одного какого-то важного товара, который он заказывает. А вы знали, что у нас, например, к вашему заказу есть сопутствующий товар, атрибуты и так далее? В общем, здесь нужно как-то продумать эту страницу. Для теста я взял свой основной сайт. Еще раз протестируем. Я сохраняюсь, обновляюсь, заполняю форму, нажимаю «Отправить». Форма отправляется. Смотрите, автоматически происходит редирект на тот адрес, который я указал. То есть это мой основной сайт. И письмо тоже доходит. Следующее, что я вам хочу показать. Удалю перенаправление и покажу поп-ап. В прошлом видео я показывал, что такое поп-ап, всплывающие окна. Я выбираю поп-ап, у меня появляется дополнительная опция поп-ап. Если я сюда захожу, я могу выбрать тот поп-ап, который я хочу, чтобы открывался прямо на сайте, прямо на этой странице после отправки формы. То есть действие. Вы выбираете «Открыть» или «Закрыть поп-ап». Я выбираю «Открыть поп-ап». Здесь поле ниже у меня стоит «Все». Я просто могу начать вводить название поп-апа. Если вы забыли, можете зайти в шаблоны поп-апов, посмотреть, какой поп-ап вы хотите, чтобы выводился после отправки формы. Я пишу поп-ап. Две буквы буквально название поп-апа. У меня это поп-ап 1. Я его здесь выбираю. И именно этот поп-ап у меня откроется сразу же после того, как человек отправит форму. Давайте проверим, как это работает. Смотрится и очень круто. И как это можно использовать? Вариантов масса. Итак, я заполнил форму. Нажимаю «Отправить». Форма успешно отправляется и автоматически на этой странице показывается всплывающее окно. Это то самое окно, которое я показывал в прошлом видео. То есть в этом окне может быть все что угодно. Также буквально даже спасибо за то, что вы там с нами связались. Как-то красиво оформить, да? И тут у нас «Ого! Акция! Только сегодня!» Только для вас там 50% скидка на наш товар. В общем, подумайте, как здесь можно это все обыграть. Дальше давайте поговорим про стили. Я не буду здесь подробно останавливаться. По аналогии все настраивается. Думаю, здесь вы и сами уже сможете разобраться. Здесь в стилях форма. Например, разрыв ряда. Видите, у нас отступы между наших вот этих вот полей. Дальше, если ярлыки у нас участвуют, я же сейчас их отключил, то здесь тоже есть отступы, цвет текста, цвет обязательно. И даже шрифт можно этому назначить. Дальше у нас тут настройки поля. Цвет текста. Видите, вот эти вот цвета именно placeholder. У нас оранжевого цвета. Здесь любой ваш цвет можно сделать. Соответственно, обязательно здесь укажите ваш шрифт для вашей вот этого placeholder. Соответственно, цвет фона, вы видите, да, цвет фона этих полей. Можно задать. Также цвет границы, толщина границы, скругленные углы. Здесь все этим можно управлять. Соответственно, обязательно кнопка, то есть цвет фона зеленая. Если у вас зеленые кнопки не используются, то надо выбрать акцент, который вы используете в цветовой палитре вашего сайта. Вот, например, красная. Цвет текста на кнопке, соответственно. То же самое выбрать шрифт для текста на кнопке. Также назначить для кнопки тип границы, скругленные углы, отступы от текста можно задать. И при наведении кнопка будет ли менять цвет или нет. Пускай это будет тот же красный, но, например, она чуть-чуть будет такой прозрачной. И то же самое анимация. Это у нас получается, видите, при наведении пульс. Вот сейчас прям видно, кнопка у нас двигается. Достаточно интересные эффекты. Я бы здесь что-то выбрал. И сообщение. То же самое сообщение. Значит, выбрать типографику. Цвет успешного сообщения. То есть это может быть зеленый цвет, не такой яркий. То есть это когда нам пишется здесь вот сообщение успешно отправлено. Давайте даже убедимся в этом. Заполнил форму, нажимаю отправить. Сплывающее окно скрою. Вот видите, зеленым цветом вот этот текст успешного сообщения. И вот такая вот анимация на кнопке очень круто смотрится. Соответственно, цвет сообщения об ошибке обычно это цвет красный. Типа, например, сообщение ваше не отправилось там по каким-то причинам. И уже дальше идут у нас, например, отступы, эффекты и так далее. Например, отступ снаружи я сверху выставил бы 50. Нет, 50 много. 15 пикселей. Ну, видите, чтобы просто от шапки отступить. Рассмотрели с вами форму. И давайте посмотрим, какие здесь есть интересные доп. поля. То есть возвращаясь в содержимое и дополнительные элементы. То есть вот так это добавляется. Вот, если что, по крестику можно это поле удалить. Здесь вы видите, это поле появляется. Надо сначала выбрать тип. То есть вы видите, email у нас уже есть. Текстовый область есть. То есть это может быть ссылка, телефон, какие-то переключатели. Выпадающий список. То есть, видите, вот выпадающий список со стрелочкой. И вот здесь у нас показано, например, вариант первый. Вот он здесь появляется тоже. И чтобы здесь у нас был список, каждый вариант с новой строки. То есть вот так вот. Вот так вот список будет работать. Это какая-то уже более расширенная форма. Человек, если сделать выбор, например, вариант 2, это вам и придет на почту то, что человек выбрал. Дальше здесь, например, есть флажки. Это видите, вот такие вот чекбоксы по-другому. Одно из самых важных для многих это загрузить файл. То есть человек сможет сюда что-то загрузить, какой-то файл. Здесь, например, можно было добавить какой-нибудь спам-ловушку. Не знаю, как это работает, но скорее всего это будет уменьшать количество спама на ваш email. Также от спама здесь есть интересные варианты Google Captcha или ReCaptcha. ReCaptcha, версия обычная и версия 3. Но, естественно, если вы выбираете Captcha, здесь необходимо ее настроить. Вот здесь вам подсказано на русском, что нужен ключ IP вставить в настройках Elementor. Также в этой форме есть и тип согласия. Это то, что сейчас по закону нужно обязательно в каждой лид форме ставить. То есть политика конфиденциальности. То есть согласие на обработку персональных данных. То есть выбираете согласие, ярлык. Обязательно ставим обязательно. И текст сообщения. Здесь что-то набираете. Вот здесь видите текст. Здесь можно написать согласие на обработку персональных данных. Думаю, в целом мы с вами элит форму плагин Elementor Pro рассмотрели. Если вас Elementor Pro плагин заинтересовал, вы сможете приобрести его по ссылке, которая находится в описании к этому видео. Покупая плагин Elementor Pro, вы поддерживаете меня. На этом видео я заканчиваю и увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok